Чтобы не на словах, а на деле улучшить качество жизни людей, необходимы серьезные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике. Глава региона поделился основными подходами, которые выработаны при формировании бюджета Ульяновской области на следующий год. Так, Алексей Русских обратил внимание на накопленную долговую нагрузку. Сумма госдолга более 41 миллиарда рублей. Только лишь в 2020 году регион взял коммерческих кредитов почти на 10 миллиардов рублей. Поэтому одним из первоочередных шагов стало замещение всех коммерческих кредитов бюджетными. Это избавило регион от удушающих процентов. Ежегодная экономия составила 740 миллионов рублей. Областной бюджет на 2022 год предусматривает заработную плату, это уже заложено в его первоначальном варианте, на 11,5 месяцев. Это больше, чем в предыдущие годы. И это позволит стабилизировать ситуацию в конце года, позволит избежать новых кредитов, которые берутся, как правило, в конце года на выплату заработной платы в полном объеме. Средства заложены на зарплаты учителям, врачам, воспитателям и другим бюджетникам. В проекте бюджета предусмотрено 11,5 месяцев. Если вспомнить споры, которые возникали в прошлые года, у одного министерства 8 месяцев, у других 9-10. И на протяжении уже финансового года наше правительство исысковало возможность погасить эту меньшую задолженность. Это дефицит по зарплате. Сейчас это все открыто. Основной задачей остается оздоровление бюджета и снижение долговой нагрузки. Ведется активная работа с инфраструктурными проектами. Получены средства на строительство корпусов под новые предприятия. В бюджет пойдут арендные платежи и налоги. Также это новые рабочие места. Сегодня не время экономить. Сегодня время тратить деньги на основные отрасли. Прежде всего это социальная сфера. Сегодня время осуществлять поддержку населения в части роста заработной платы, в части увеличения расходов на социальную поддержку, на сферу здравоохранения, на сферу образования, что мы видим в нашем сегодняшнем бюджете. Будет продолжена работа в вопросе получения федеральных средств по заявленным проектам и участия в максимальном числе программ. Необходимо отметить, что в полной мере предусмотрены бюджеты софинансирования по национальным проектам, реализуемым в государстве по инициативе президента Российской Федерации. Все национальные проекты будут исполнены в точный срок. По крайней мере финансовое обеспечение на них предусмотрено.